Друзья, приветствуем вас на портале обучения и саморазвития. Мы, конечно же, как и всегда, желаем вам мудрости и осознанности относительно любых интересных событий и явлений, а тем более важных традиций наших предков. Поэтому, конечно, в преддверии этого праздника мы постараемся рассказать об истории, смысле и традициях Крещения, как важного христианского и не только праздника, а также о праздновании Крещения Господня в различных церквях и традициях. Сегодня мы будем говорить только об этом действительно важном событии и очень примечательной во всех смыслах дате. В ночь с 18 на 19 января весь христианский мир отмечает один из самых важных и древних праздников – Крещение. Говорят, что праздник в православии начали отмечать даже раньше самого Рождества Христова. Так как событие это – Крещение Господне – относится к евангельской истории, «Когда в водах реки Иордан крестился Иисус Христос Иоанном Крестителем» в трех синоптических евангелиях говорится о том, что во время Крещения на Иисуса сошел Святой Дух с небес в виде голубя и одновременно глаз с небес провозгласил «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». В Русской Православной Церкви, которая придерживается Юлианского календаря, праздник Крещения празднуют 19 января. Привязан этот праздник к древней дате – празднования Богоявления, то есть к 6 января в Древневосточных Церквях. Празднуется не только Крещение Иисуса Христа, но и вспоминается Его рождение. Оба эти праздника составляют единый праздник Богоявления. В Православии праздник Крещения принадлежит к числу двунадесятых праздников и завершает святки. О святках и посеваниях мы тоже, кстати, уже рассказывали отдельно. Ну а на само Крещение с древних времен, естественно, особо почитается вода, набранная в этот день. Она по традиции приобретает чудесные свойства и может оставаться свежей и чистой в течение очень долгого времени. Иоанн Златоуст в своей проповеди 387 года говорил, «В этот праздник все, подчеркнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год. Так как сегодня освещены воды и происходит явное знамение, эта вода в существе своем не портится с течением времени, но подчеркнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года остается неповрежденной и свежей». И, кстати, мы сами, как портал саморазвития, последние несколько лет и сами ставим подобный эксперимент и теперь вполне можем подтвердить, что крещенская вода действительно не портится три года, как минимум не приобретая постороннего запаха, даже в обычной пластиковой бутылке. Хотя, конечно, такую воду однозначно куда лучше хранить стеклянной емкости. Но все-таки факт остается фактом, и вода действительно не портится даже в таких условиях. Но это ладно, давайте перейдем к самой праздничной дате. В России в праздник Крещения традиционно стоят сильные морозы, поэтому их принято называть крещенскими. И, несмотря на зимнюю стужу, в этот праздник на открытых водоемах принято освещать воду. Для этого чаще всего вырубается прорубь в виде креста. Она называется Иордань. Для обретения особой Божьей благодати и для того, чтобы весь год быть здоровым, верующие окунаются в Иордань, совершая при этом молитвы. В Ветхом Завете говорилось о том, что крещенская вода смывает все плохое в человеке и дает началу хорошему. Крещение в буквальном смысле означает погружение в воду. В древние времена до становления христианства на Руси для нравственного очищения использовали обряды омовения. И уже в Новом Завете крещение водой символизирует избавление от грехов и возрождение чистой духовной жизни. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. По народным поверьям, все нечистые силы в этот праздник уходят в Иордань. В то же время в праздник крещения завершаются рождественские святки, которые длились 12 дней. Ну и, конечно, несмотря на все церковные запреты в народе, и особенно у молодых девушек, принято гадать в крещенский вечер. В европейских странах также принято отмечать праздник крещения. Так, в Болгарии, например, этот праздник называется Йордановден, а в Македонии – водицы. В церквях этих государств традиционно после освящения воды в храме совершается торжественная процессия к водоему. После освящения воды в прорубь принято бросать деревянный крест. Верующие стараются нырнуть за крестом и его выловить. Достать крест из воды считается почетной миссией. Также, как ни странно, но подобный праздник существует даже в Индии, когда вода становится по-особому освященной, и приходится он на плюс-минус близкие даты. В это время также по всей Индии идут большие религиозные празднования, и люди десятками тысяч принимают омовения в реках, особенно в Ганге. Правда, конечно же, уже в теплой воде. Также накануне праздника крещения на Руси или Богоявления, 18 января, все православные христиане соблюдают строгий однодневный пост. Весь день принято кушать только кутью и постные лепешки, кстати, по традиции, приготовленные на масле из конопли, которые называются сочинь. В доме в этот день надо сделать генеральную уборку. Особо тщательно вымываются все углы в доме и выносится мусор. После этого надо идти в храм и осветить воду. Эту воду используют для лечения болезней души и тела. Существует еще одна, наверное, самая известная крещенская традиция – купание в Иордане. Итак, как все-таки правильно окунуться на крещение? В полынью по традиции необходимо окунуться три раза. И считается, что такое погружение помогает смыть все грехи и болезни, а также помогает грешному человеку заново родиться и предстать перед Господом чистым и заново рожденным. Делают это естественно, особенно в России в любую погоду и даже, как ни странно, в любом возрасте, даже с новорожденными детьми и пожилыми родителями, при этом, как ни странно, практически никогда не болея после подобных купаний. Это, кстати, на себе также не раз испробовано, и действительно, любые респираторные болезни – очень редкие гости после подобных процедур еще многие недели, если не месяцы. Кроме того, хозяйки к этому празднику после поста накрывали богатый стол с угощениями из мяса, меда и выпечкой. Главным блюдом на столе было съесть печенье в виде крестиков и запить освященной водой. И, конечно же, самое главное, в праздник крещения все христиане старались возносить молитвы к Господу, ведь в этот день по традиции считается, что открываются небеса для благословления, и все искренние молитвы будут обязательно услышаны Господом и, конечно же, сбудутся. Ну и главное, что праздник крещения Господни чуть ли не самый любимый в народе за весь год праздник, когда можно показать свою настоящую храбрость, духовную силу и умение подчинять свое тело усилиям своей воли. Поэтому пусть он принесет в дома не только верующих христиан, но и всех народов Европы и СНГ мир, счастье, здоровье и благополучие. А также не забывайте чаще заходить к нам на портал обучения и саморазвития, читать статьи и смотреть видео на христианские и другие темы о религиозных праздниках, о сути христианства, о саморазвитии и многом другом. Добра вам и удачи! Состоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok